Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В конце прошлого года учебная перевела его на очную-заочную форму обучения ребенка своего подростка 14 лет, так как в профильной классе он просто дошел до неврозы. Сейчас он дома, у нас кончились скандалы, ссоры, недопонимания, ребенок высыпается, полностью занят своим любимым хобби, метро, трамвай, космос, с двумя днями общается с друзьями по интересам онлайн, постоянно ездит и ездит, снимает что-то, ведет свой канал на ютубе, почти 250 тысяч просмотров, а учеба-то, учеба, сдают все учителям по имейл в конце четверти, естественно, оценки хорошие, с подрученными средствами, и я могу. Когда начинаешь с ним говорить про ОГЭ на следующий год, кричит, что еще рано. В школе казалось, чтобы он посещал русский с этой четверти. Он категорически не хочет туда ходить, даже на один урок. В школе для него источник зла, где он теряет 8 часов ежедневно. Как убедить его, что рано или поздно придется выйти, особенно в девятом классе? Близ, конечно, желания учиться, и что-либо делать нет, только свое хобби поездо-вагону, при этом он не понимает, что это работа в дальнейшем. Поэтому профилю нужна математика и физика, а это предметы, которые он ненавидит. Репетиторов категорически не хочет. В общем, вопрос, не сделала ли я лишь хуже, забрав его из воды, где он просто был в постоянном стрессе, и как в данной ситуации мотивировать его к учебе? Такой вопрос. Ну, если честно, я думаю, что действительно нужно ребенку поговорить с психологом, чтобы увидеть, по крайней мере, чем для него такой проблемой является школа. И, соответственно, сейчас он не хочет ходить в школу, потому что, с одной стороны, это стресс и зло, как вы говорите, с другой стороны, ну, а зачем, да, когда, типа, есть более, ну, приятные способы провести время. Ну, вот. Поэтому, я думаю, что в этом смысле нужно сначала постараться понять и увидеть, что для ребенка вообще проблема. Ну, вот. То есть, чтобы у него была какая-то свободная выбора, хотя бы, чтобы не было, вот, какого-то, ну, страха, да, чтобы не было каких-то ограничений, исходящих именно из его опасений, негативных чувств, брекетных чувств и так далее. Вот. Потому что сейчас дело не в мотивации, а в том, что он просто может бояться. Вот. То есть, мотивация здесь, она, на мой взгляд, не при чем, по крайней мере, пока что. Дальше. Что вы можете сделать дальше, исходя, исходя из, вот, ну, того, что я увидел в вашем тексте? Значит, на мой взгляд, вы можете воспользоваться или своим авторитетом и надавить на ребенка, заставив его это сделать, и тогда он, вероятно, это сделает. Вот. Потому что, потому что, ну, как вот мне показалось, он от вас, ну, ну, может быть, зависим, да, то есть, вы для него авторитет. Пока. Вот. По крайней мере, повторюсь, по крайней мере, мне так показалось, исходя из вашего сообщения. Вот. Либо вы можете, если у, ну, если у него довольно-таки высокий уровень интеллекта, да, если у вас с ним доверительные отношения, вот, то вы можете, как мне одумается, разговаривать с ним, вот, и методично, используя его любимое хобби, методично говорить ему о том, что, в общем и целом, ему это понадобится, если он хочет серьезно этим заниматься. Вот. только, наверное, момент здесь в том, что вам нужно будет к этому подготовиться. То есть, необходимо будет подготовиться к тому, чтобы вот ему это донести. То есть, вам необходимо будет самой погрузиться в тему и продемонстрировать ему это, потому что только авторитету ребенок будет восприимчив. Вот. непростым указанием, непростым предположением. Боброски здесь традиционно проявляют свое недоверие. Вот. Это то, что мне видится. Отвечаю на ваш вопрос, сделали ли вы хуже. Нет, на мой взгляд, хуже вы не сделали, но, на мой взгляд, и невроз, и восприятие школы как источника зла, это проблема, это психологическая проблема, которую нужно решать. Момент только заключается в том, что в нашей науке, в науке психологии принято считать, что проблема ребенка есть отражение проблем родителей. И, соответственно, то, что у ребенка появились такие проблемы, является следствием ваших каких-то тоже психологических проблем. И, если вы на самом деле хотите решить эти проблемы, то, на мой взгляд, нужно, ну, я имею ввиду, если вы хотите помочь ребенку, то, на мой взгляд, нужно вам начать решать свои проблемы. Вот. Какими бы они ни были. Вот. То есть проанализировать, проанализировать отношения с со своим сыном. Вот. Проанализировать взаимодействие ваших с ним. И, конечно же, ну, ввести вот какие-то коррективы, да, внести какие-то справки в него. Ну, вот, может быть, изменив вот какой-то в какой-то степени подход к нему. вот. На мой взгляд, это то, что можно и нужно вам сделать. Вот. Ну, именно, именно вам. Вот, именно вам это то, что нужно сделать. Вот. Как мне видеть. Вот, в принципе, все. Я думаю, что вы своего ребенка любите. Вот. вы хотите, чтобы ему было хорошо. И я думаю, что вам просто нужно подобрать такие формы выражения и проявления заботы о нем, чтобы он максимально полно вас слышал. Вот. Ну, и решить для себя, где вы хотите все-таки вести себя жестко, то есть где есть какие-то ну, какие-то какие-то пределы, условно говоря, пределы, ну, вашему терпению, да, пределы дозволенного, вот, где можно, скажем так, ну, поспорить, да, где можно, скажем так, ну, какие-то свои права покачать, вот, а где нельзя и ребенок вам просто подчиняется, вот. На мой взгляд, это нужно сделать, но важный момент и важное уточнение, что подобное, подобное, лучше всего делать все же именно после того, как будут проработаны его ну, его проблематика какая-то, вот. А если если проблематика проработана не будет, то я боюсь, я боюсь, что в противном случае просто есть довольно сильный риск травмирования ребенка, вот, в дальнейшем, вот. И тогда, на мой взгляд, все упирается в это самое травмирование. Как и чем, как, чем ребенок будет травмирован, вот, как мы эту психотраму можем купировать, да, вот, и, соответственно, какого поведения нам придерживать. Вот. Я думаю, что, ну, примерно, примерно, вот такой ответ. Вот как-то, как-то так я бы ответил, я бы вам ответил на вопрос. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, вам она пригодится. Спасибо.